В Барабинской центральной районной больнице не хватает врачей. Медучреждению требуются терапевты и узкие специалисты. Для них в городе есть служебное жилье, а в самой больнице улучшают условия работы. Там начался второй этап реконструкции, завершить который планируют к концу года. Подробнее Оксана Тимошенко. Снимать старую штукатурку на всех пяти этажах рабочие почти закончили. На этот объект они зашли меньше месяца назад, работали без выходных. Был произведен демонтаж всех перегородок, всех коммуникаций, в том числе воздуховодов, трубопроводов, канализационная система была демонтирована. То есть подготавливаем объект к полной реконструкции. Рядом строится стерилизационный центр и пищеблок. С основным зданием его соединят теплым переходом. Второй этап реконструкции обойдется в 250 миллионов рублей. Почти столько же потратят на покупку современного медицинского оборудования. Пока все отделения разместили в одной части больницы. Пациенты говорят в тесноте, да не в обиде. Ну, намного лучше, конечно. А чем лучше? Ну, во-первых, там и холоднее было, и... Ну, вообще сейчас лучше это. Помещение лучше. Новая мебель, значит, новые койки удобные. Вот это тоже оказывает свое действие и на лечебный процесс, и на дух, и настроение пациентов. В таких удобных, приятных условиях и приятно работать. Хочется идти на работу. Благодаря реконструкции, возможно, удастся решить проблему нехватки кадров. Сегодня узкими специалистами больница укомплектована только наполовину. На сегодняшний день за счет средств района, федерального бюджета обучается 19 барабинцев, студентов. По окончании обучения они все вернутся в стены барабинской центральной районной больницы. А есть служебное жилье для медицинских работников. Три квартиры на сегодняшний день ждут своих обладателей, врачей, кто захочет к нам приехать. Уже в этом году здесь ждут двух терапевтов и окулиста. Оксана Тимошенко, Андрей Лебедев, Новости ОТС.